Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с праздниками! Именно так, сегодня праздник, который мы сделали, делали дальше, уже сделали, он состоялся, потому что вы сюда пришли, артисты собрались и готовы, они волнуются, поэтому мы сейчас, секундочку. И я рада сказать, что проект «Барк Радио Среда» продолжает свои концерты. И, как я уже говорила, для тех, кто знает, и для тех, кто впервые, в этом сезоне на сцену гнезда «Мухаря» выйдут все активные клубы города. И практически все артисты, основные ведущие будут выступать на этой сцене как раз в проекте «Барка Питера». И это будет проходить в основном по субботам, чаще всего в дневное время, но как получается, мы стыкуем расписание. Кроме клубных выступлений, практически всем я раздала памятки, у кого нет, потом, пожалуйста, дам еще. У нас есть другие сборные концерты, о которых что-то мы планировали, а что-то нет. Через неделю, 14 ноября, на этой сцене будет проходить вечер в памяти композитора Геннадия Гладкова. Вы понимаете, этот концерт не был запланирован изначально, потому что Геннадий Гладков недавно, 16 октября, покинул мир. Мы знаем, что песни поются, песни помнятся только тогда, когда мы их поем, и музыку. И поэтому приходите, здесь будет замечательный состав музыкантов. Можно посмотреть ВКонтакте, на сайте мне добавляли афиши, что буквально вчера полностью согласовывали концерт. А еще через неделю, 21 ноября, здесь будет концерт под названием «В Питере поет в север». У меня давно была мечта о том, чтобы собрать на одной сцене авторов и исполнителей, тех самых настоящих мужчин, которые жили или служили на севере. И вот здесь будет вот эта мощь и красота. Приходите, будем рады. А сегодня у нас творческое объединение «Примус». Одно из самых креативных объединений города. И, собственно, я освобождаю эту сцену. Реклама, руководитель творческого объединения «Примус» Игорь Кармановский. А вот и наше творческое объединение. Игорь Кармановский. Внезапно лето оборвалось, как струна Как будто кто-то повернул переключатель Моя капельная без песен жизнь спушна И не действительно, как справка без печати Неужто нам сезон заканчивать пора Ведь так не хочется сидеть в квартире тесной Но дождь накрапывает с самого утра И не поспоришь с танцелярией небесной Выключите осень, включите лето Выключите грусть, включите свет Много наших песен еще не спета Пусть они и дальше звучат для всех Каждый очень хочет тепла и света Значит, песни петь, пора уже Спойте вместе с нами Включите лето, солнечное лето В своей душе А если вдруг не все нам равно Какое нынче наступило время года Мы вас прослели уже давным-давно И ждем мы милости от моти и природы Но для любви еще распахнуты сердца И наши друзья, наверное, покуда дышим Мы напоем все наши песни на танца А то не хватит их Мы новое напишем Пусть на небе тучи И вновь ненасно Скрылся солнца луч Давно из глаз Но вдвоем, ребята Ведь жить прекрасно Потому что ясно В душе у нас Каждый очень хочет Тепла и света Значит, надо гнать Тоску за шеей Спойте вместе с нами Включите лето Солнечное лето В своей душе А вслед за осенью Суровая зима На земле скатит Белоснежную постель И нас привычно Захотят свистки с ума Мороз трескучий Каждый бой метели Полет снежинок И усовлен огне Все учтено уже давно В небесной свете Лишь пока снимки На гитарной стене Который раз Напоминают нам о лете Пусть не скоро лето По всем приметам Пусть зима ведет Седой пургой Главное, чтоб душа Царила лето Главное, чтоб в сердце Горел огонь Каждый очень хочет Тепла и света Будет во дворце И в шалаше Спойте вместе с нами Включите лето Солнечное лето В своей душе Спойте вместе с нами Включите лето Солнечное лето В своей душе Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-la-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Добрый день еще раз. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы очень рады, что вы нашли время прийти к нам на танцы. И хотим пожелать вам в этот дождливый осенний день включить лето в своей душе. И пусть это пожелание сбудется, о чем мы только что хором спели в песне Игоря Кармановского. Ну и несколько слов о нас. Творческое объединение любителей авторской песни «Примус» не является клубом в традиционном понимании этого слова. Потому что оно объединяет участников разных клубов Санкт-Петербурга и даже других городов. Поэтому его по праву можно назвать объединением международным. Каждый из членов «Примуса» является самодостаточным автором или исполнителем участвовать в концертах, фестивалях, конкурсах, жюри и фестивалях. Но мы объединяемся, привлекая в Бальдовскую антрепризу, членов других клубов для организации и участия в различных творческих проектах. Такие как циклы тематических концертов, мероприятия, посвященные значимым событиям авторской песни и, конечно же, традиционные, старо-новогодние музыкальные спектакли, которые пишет и ставит руководитель «Примуса» Игорь Кармановский. Кто-то называет их капустниками, кто-то мюзиклами, но в любом случае в настоящее время это полноценное по формату развлекательное зрелище, которое нравится и взрослым, и детям. Вот и на сегодняшнем концерте презентации объединения мы покажем не только индивидуальное творчество участников «Примуса» и расскажем о каждом из них, но покажем и некоторые номера из наших мюзиклов за 12 лет их существования. К сожалению, нельзя в одном концерте вместить все наше творчество, и мы стараемся оправдать ваши ожидания и поднять вам настроение в этот осенний день. Итак, мы начинаем! А начнем нашу концертную программу Ирина Кровец. Ирина одна из первых, кто появился в «Примусе», можно сказать, еще до дня его основания в 2012 году. Она сыграла во множестве наших музыкальных спектаклей, причем часто воплощая на сцене кротких и простодушных персонажей, таких как «Зайчик», «Пятачок» и «Ослик» и «Ан». Но в жизни Ирина не так кратка и проста. С давних лет и до настоящего времени Ирина работает в так называемом почтовом ящике, ведущем конструктором. Мы не будем, естественно, раскрывать подробности ее работы, так как это секретно и соответственно чревато. При этом она автор множества замечательных песен, как лирических, так и юмористических. Обладает редкой способностью написать оригинальную мелодию, используя минимум аккорда. Отмечена наградой многих фестивалей авторской песни. Несмотря на это, Ирина необычайно скромна и самокритична. Хотя сама она вполне достойно играет на гитаре, иногда все же она прибегает к услугам других гитаристов. И самокритичность, на наш взгляд, излишняя. И сегодня ей будет аккомпанировать Игорь Кармановский. А первая песня, которую споет Ира, называется «Захотелось петь ребенку». АПЛОДИСМЕНТЫ И на кухню валерьянку из-за птички подтащила, А бабуля там и дрейла. Затолбав пыру, живуши прохрипела, «Ой, мой милый, мой пучок, мы будем слушать». И собакам, очевидно, тоже мальчика любила. Помогая петь ребенку, в коридоре громко было. Дед закрылся на балконе и курил часочные. Только папа на работе ничего не знал о сыне. Но прижел с работы папа, ничего не понимает. Сын его стоит на стуле, громко песни разбивает. Тище плачет в туалете, тис-собаку обнимает. А на кухне вот с женою в июльянку допивали. Ты капризничал, не плакал, пел весь день, жена сказала. Головой полнотец, как-то странно закивала. Папа очень удивился, и поклонив нежно сына, Он сказал, артистам будем завтракуем пианино. Теща в уморок упала, тис-собаку хлопну дверью. На диванку села мама, сынушам своим не верит. Отдурив от мавильянки, со стола свалился кот. Дружно пересыпки, папа, жаль, что опа, мимо, кот. Дружно пересыпки, папа, жаль, что опа, мимо, кот. Ну, вторая песенка без названия, я честно скажу, домашнего пользования. Какой мужчина? Нет, сегодня больше я не пью ни белое, ни красное. А лучше я вам песенку спою, прожить свою прекрасную. Ну, шоу-то дети, дом, друзья, и все как полагается. Люд, а Люд, скажи мне, это кто? Против? Улыбается. Не, сегодня больше я не ем салаты с винегретами. Давайте лучше мы поговорим про нешальные линии. Ох, я люблю на травке полежать, и все как полагается. Люд, ты мне подруга, ну, скажи, ну, кто там улыбается? Боже мой, да что ты говоришь? Вот баба окаянная, муж мой, это что ли, ты сидишь? А я что, такая пьяная? Ой, ну, хоть на дуку довезет, и все как полагается. Людка, я не вижу без очков кого? Ну, он улыбается. Большое спасибо Ирине. А на сцену выходят Алексей Зрябин и Татьяна Павловна. Алексей по образованию химик-технолог. Прошел все этапы большого производственного пути до начальника цеха. Не транспортного, а по производству изделий из пластмассы. Раньше имел дело с пластмассой. Теперь со зрительской массой. Потому что этапы пути на производстве сменились этапами пути на сцене. Хотя до сих пор почему-то считает себя некреативным и случайно попавшим в творческую среду. Игорь, как режиссер, всегда считал, что Алексей обладает ярко выраженным отрицательным обаянием. И поэтому первоначально ему доставались роли исключительно злодеев. Но в итоге он эволюционировал для персонажей вполне положительных. Эволюция оказалась довольно странной. От битвы на световых мечах в стиле «Звездных войн» в одном мюзикле до сражения с полудохлой коровой в другом. Хотя Алексей раньше считал себя негодящимся в актерах, но авторскую песню он давно любил и давно упражнялся в ее исполнении. Поэтому достиг в этом деле значительных успехов. Татьяна же пришла в приму в 2018 году и стала вторым аккомпаниатором наших постановок. Очень их украсит. Уже больше 30 лет занимается исполнением музыкальных произведений в составе оркестра, в который входит и Ольга Васильева, наш изначальный аккомпаниатор. Татьяна по образованию и основной деятельности тоже химик. Возможно, что стройность химических формул подтопнула ее к музыкальным упражнениям, нотная запись, которая, по сути, своя чем-то похожа на химическую. А возможно, ей захотелось постичь химию звука. Кстати, с ее помощью в одном из спектаклей был проведен прямо на сцене настоящий химический опыт с концентрированной серной кислотой. Но все закончилось пополучно. Музыка она тоже достаточно нахимичила, чем очень помогла нашему творческому коллективу. И сегодня нас ждет сюрприз. Алексей и Татьяна не только споют песню, но еще и сыграют инструментальную фресу. Прича. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok 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 Начинается она так. Кто? Куда? А я сегодня в клинике. А всепогодный Михаил Кокутинский поет «Одинокий мужичок за 50 неухоженный». Захотелось как-то подбодрить взрослевших и возрастных мужичков, да и себя заодно. А тут как раз веселые цифры подоспели. Свежая совсем песенка, которая так и называется «Мои шестерочки» или по-карточному «Марьяш». Железы были, как все, на берегу не считая, Их впереди казалось неестестью. То опыт, то проблемы обретает в трубах, и вот уже шестьдесят шесть. Как будто это возраст запредельный, а мой забал. И ноги в сорок пять почти погас, а мой забал наивно неподдельный. И мне сегодня возраст в самый раз. Давно игра такая есть, я набрал шестьдесят шесть. Такой «Марьяш», пусть где-то он неполный, Идет расклад, и нужно не пропасть. Здесь важно быть спокойным и упорным, И карта непременно ляжет в масть. По грузам не уходил на перегонах, Все прожитое, прожитое, не зря. И не шестерки на моих погонах, Чего не жить, как и люди говорят. Вам сколько лет, а сколько есть, И все мои шестьдесят шесть. Известно, что для граждан поскоревших Есть шуточки по поводу песка, А вот во мне есть порох, не сгоревший. Супор, да и не сыплется пока. С чертями не имею чести знаться, И понимаю, вечно жить нельзя. Так, слава Богу, это значит, братцы, Мне три шестерки точно не грозят. Так, слава Богу, это значит, братцы, Мне три шестерки точно не грозят. Поэтому и старость не приемлю, Наверное, когда-нибудь придет, Попудешь, как могу, вращаю землю, И небо не копчу наоборот. Хочу следить и петь, Пусть берятся эти даты, Их есть еще, чему я очень рад. Не очень одинокий, не помятый, Не скучный мужичок за шестьдесят. Не старый, не согнутый, не помятый, Не скучный мужичок за шестьдесят. А сейчас на сцену выходит Лариса Завальнюк. Сначала она сама споет свою песню на стеки Светланы Любецкой, А потом они с Виктором споют дуэтом. Этот дуэт образовался давно, Еще в те времена, когда они оба жили на Севере. Достаточно долгое время. Поэтому оба добуду и назнают, Какой же он северный олиг. Лариса появилась в Примусе вместе с Витей в шестнадцатом году И сыграла одну из главных корейских катля В сказке о золотом петушке и его двойнике. Кроме замечательного песенного творчества, Лариса в Примусе просто не заменила, Потому что она является творцом прекрасных костюмов для спектаклей. Особо хорошо ей удаются уши, хвосты и носы. Собачьи, звенячьи, мышиные и так далее. Часто выступают вори папарацци, Нередко умудряясь запечатлевать пикантные моменты Закулисной жизни Примуса. И не только. С учетом северного прошлого, Совершенно непонятно, откуда была такая версия, Что в ее роду не обошлась без жителя солнечной Италии Робертина Валеретти. Видимо, на это обстоятельство Повлияло блестящее исполнение знаменитой «Ямайки». Правда, изуродом на режиссера. То есть мной. В этом варианте легендарная песня Прозвучала как заявление «Ягайка». Не очень хочу быть спойлером, Но надеюсь, вы услышите этот хит в исполнении Ларисы Совсем скоро, буквально в будущем январе. Итак, встречаем! Лариса Завольнюк! Мне сейчас хотелось бы спеть для вас Песню, которую мы написали Вместе со Светланой Любецкой, Которая тоже является членом Примуса, Участником И, в общем, поддержать тему Юмористическую, я бы сказала, тему Бабскую юмористическую. Не приедешь и снова Не позвонишь Из чего я решила, что будешь скучать Ты, наверное, милый, давно уже спишь Это глупо, конечно, так долго ждать Потолок небесный и тускло седой Ну а что я хотела-то скоро зима Мне бы с выдуманной этой бедой Не сойти бы тебе с ума Где-то птицы на ветках Черника в лесу Где-то ловит в дачу В сети рыбак Ну а я обреченно жую колбасу Растолзил, конечно, но пусть будет так Ничего не хочется Полный штиль Бесконечный отпуск Бесдарно навяз Она такая звездная пыль Укрывала счастливых нас Не ругайся, не надо Не будораж Надо как-нибудь тоже И мне заснуть Жаль, нельзя мне в окошко на твой этаж С колбасой в руке заглянуть Не проблема, а вроде веса и мир Я готова нести на твои весы Только думаю, вдруг ты там не один Для нее мне жаль колбасы Для нее мне жаль колбасы Эх, мне жаль Чтоб не скучно было, ну то сидя, то стоим Александр Городницкий Брусников Что-тоое Это все конечно к церям Как поздняя Когда брусников Горит холодная заря Над поздней яхоткой брусникой Горит холодная заря Опять сверка несет туман Опять в тепло уходит зверь Ах, наши давние обманы Вы стали правдою теперь Ах, наши давние обманы Вы стали правдою теперь Меня ты век любить могла бы И мне бы век любить еще Но держит осень красной лапой Тебя за мокрое плечо Но держит осень красной лапой Меня в самом крае плечо И под усилим долгим критом Лисою жалкою заря Над поздней яхоткой брусникой Горит холодная заря Озни яхоткой брусникой Горит холодная заря Еще одна песня Владимира Асмолова Которая называется Не очень оптимистична Скука, но тем не вынем На наш взгляд Это очень добрая И оптимистичная песня Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова ПЕСНЯ 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 Денис исполняет с ранней юности Вот и сегодня он исполнит вам две песни, которые объявит сам. Денис Мачков, встречайте! ПЕСНЯ 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 Добрый день Казалось бы, я, честно, не помню, как давно существует здесь это место, но на самом деле здесь впервые, хотя наслышим, поскольку отначально из-за глухаря, а может быть здесь из Москвы, и очень рад, что здесь появилось такое тоже место. ПЕСНЯ ДОСТАТЬ ПРОКАЛПА, поскольку иначе подумайте, что это моя песня, но это песня не моя. ПЕСНЯ ПЕСНЯ я тоже пишу. Секундочку. ПЕСНЯ 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 ОКРОСТАТЬ ПЕСНЯ 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 варианте поэт анисин кангал с написал перевел стихи известен в ссср эта песня получила в исполнении за уважать продюс ашида бейбутова или бейбутов и я честно говоря уже не за старше бейбутов и он звучал в кинофильме в отделке старого ашида а я услышал не исполнений где едят в отрыве Перевая желча и свинья Воды рыб возле рыбка Я помню впервые Глянь, летит глаза на меня В небе плещут звёзды золотые Ярче звёзд Точней твои краса Только, любимой, могут быть такие Необыкновенные краса Только, любимой, могут быть такие Необыкновенные краса Где бы я ни был в пустыне безбрежной В море горать с тупого огня Эти глаза не открыли нежно В небе плещут звёзды золотые Ярче звёзд Точней твои краса Только, любимой, могут быть такие Необыкновенные краса Только, любимой, могут быть такие Необыкновенные краса Необыкновенные краса Необыкновенные краса Необыкновенные краса Необыкновенные краса Необыкновенные краса Многие куплеты Или, наоборот, отнимаются Ну, а Денис, я не знаю, какой вариант, честно говоря, он будет петь Но мы это сейчас с вами вместе узнаем Игорь, правда, вариантов множество Я тогда не сказал бы, что спеть Потому что просили спеть Веселинго Переслушал множество вариантов Как в мужском исполнении, как в женском Но слова везде разные Я даже исполнял эту песню Ну, по балагам лимитов Я удивился, ну Что? Балагам лимитов Я увидел тебя у станка Нежный взор твой меня озадачил Ты стояла, прощаясь слегка Рукояку продольной подачи Ты стояла, прощаясь слегка Рукояку продольной подачи Я сказал тебе ваши черты Несомненно, полны благородства Мне в ответ улыбаешься ты Без отрыва от производства Мне в ответ улыбаешься ты Без отрыва от производства Я теперь без ума от тебя Быть не может с тобою ошибки Ты стояла в руках тебя Радиально упорной подшипник Ты стояла в руках тебя Радиально упорной подшипник А под вечер к тебе я приду Ты расскажешь мне голосом звонки А под дачи на левом ходу На гидравлике и шестеренка А под дачи на левом ходу На гидравлике и шестеренка И не будет ни ветра, ни туч Только ты и луна в целом мире Хочешь, я подарю тебе ключ Двадцать два на двадцать четыре Хочешь, я подарю тебе ключ Двадцать два на двадцать четыре Я увидел тебя у станка Между взор твой меня озадачил Ты стояла вращаясь слегка Рукояку продольной подачи Ты стояла вращаясь слегка Рукояку продольной подачи А следующий участник нашей программы Сейчас выйдет на эту сцену И он уже бежит, я чувствую Вот чувствую я, что он уже бежит Чувствую бежит уже, участник А, на покозе побежит А, на покозе побежит Ну понятно, понятно Пока наши музыканты усаживаются Участник готовится В бегу В бегу В бегу Совершенно правильно Ну, теперь-то, надеюсь, она уже бежит Она ничего не бежит Тогда пословим, господа Раз на три, девочка горит Говорит, не могу пить твой Это как маленькие дети Ой, кто это? Там мышь! Там мышь! Ой, я бы даже сказал, это крыска Наверное, это крыска Лариска Из великого сказка о машинном времени И машине времени Кажется, она еще и пить собирается Давайте послушаем Аплодисменты, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Постой Постой Параб Train Не до цели Уже близко Друзья Субтитры создавал DimaTorzok Меня засосала проклятая наука, Кругом кандидаты-доктора. Меня засосала проклятая наука, И мне уж кандидатов-доктора. Но даже в науке, бывая привычка, Невольно проявится пора. Марионки-изобретение, волшебная отмычка, Откроет она замок любой. Марионки-изобретение, чудесная отмычка, Откроет она замок любой. Подстор, паровоз, не буди, стишка мишка, Любых не боюсь я переграду. Я крыска-лористка, по жизни оптимистка, Подвергушка, ставь, будь, стишка. Я крыска-лористка, по жизни оптимистка, Давай дочитаем оптимистку. И тогда, ребятам, в жизни все будет ништяк. Ой! Ой, как быстро она убежала. Ой! Но я почему-то думаю, что она еще вообще появится на этой сцене. Ну вот тогда мы о ней расскажем подробнее. А, кошки испугалась, говорят. Сейчас приглашаем на сцену Анну Рапопорт. Саней мы познакомились довольно давно, когда внизу были фестиваль «Соцветия». Мне довелось лично вручать ей диплом от члена жюри за замечательные стихи. В приму Саня пришла в 2017 году и с тех пор переиграла множество ролей в наших мюзиклах. Хорошо зарекомендовала себя в массовых танцах мышей, восточных красавиц и салонных девушек. Одна из немногих, кстати, безукоризненно выполняет все распоряжения режиссера. Хотя, возможно, в глубине души мечтает его примить. Впрочем, в этом она совсем не одинока. Однажды она выступила в роли жертвы, шестивлопого зайца, которым Айвалиф решил лишние конечности. В другой раз сама выступала в качестве ассистентки злого доктора, который превращал собаку уродов. Поэтому может проявлять себя в различных маблуах, от мазохистки до садистки. Удивительно, что режиссер еще жив. Отмечена дипломами поэтических конкурсов и фестивалей. К сожалению, из музыкальных инструментов Анна признает только косу и кастальеты. Но стихи у нее получаются просто чудесные. И сегодня Аня порадует нас своими очередными творениями. Аплодисменты, друзья! Ритм фламенко В ритме пульса Сидя, стоя Я танцую, будто в темноте И пусто, будто тетерев Такую В микроданце, в макромире Я, не я Сомкнуты веки Жар в ладонях Три, четыре В мышцах дрожь Созвучья, треки Каблуки Ведут Диктуют Стук под стук По сердцу Метко То хохочет То тоскует Мир гитары Мир фламенко Позови Позови В сновиденье Меня На поляну Цветущую маками В опьяненье Павлины Манят Оперенье Ритмичными Взмахами Нежный флейтый Изящный мотив Перестук барабана Воркующий Лунным блеском Себя Катив Затанцую Походкой Волнующий Рук Движения Стану изгиб Я свободна А ты Зачарованный Наивули Во сне Ты погиб Будто волн Судьбой Уготованный Ты откроешь глаза Я уйду Кровь По венам Стучит Барабанами И павлины В снотворном Чеду Гонят Страх Голосами Гортанными Ну и Мир Вечной Молодости Сейчас я вам расскажу В кофейную гущу Сметану И соль Щепотку Горстями Беру Эту массу И в тело Втираю В парную Пропотею И в душ И такая красотка Влекущей Чиста Будто Ева В преддверии Рая Сквозь Кружево Пара Округлые Бедра И плечи Сияние Глаз Грациозное Тело Движения Улыбка Открытая И обаяние Речи И можно Лучиться Духовно До изнеможения А сейчас На сцену Приглашается Максим Кельчер Максим Появился В Примусе В 2018 Сыграв Олигарха В мюзикле Следствие Ведут Патачки Является Горячим Поклонником Творчества Вадима Семеновича Высоцкого Знает До тонкости Как хозяюшкам Истопить Бару Потому что Имеет Собственный Бизнес По строительству Деревянных Домов Любой Досканально Знает Все тонкости Деревянного Строительства В последнее Время Занимался В Швеции Возведением Домов Под крыш Но в Швеции Не остался И фамилию Наркарус Не поменял Хотя летает Туда-сюда Достаточно Часто Олигархом Он пока не стал В отличие Слова персонажа Но мы надеемся Что все у Максима Еще Впереди А сегодня Максим Споет нам Две песни К соответствующим Нынешнему Времени Года Поприветствуем Его Максим Там где-то Шкур На центральном Ейшне Времени 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 Первая песня Валентина Михайловна. Валентина Михайловна 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 Она у меня идёт под названием «Любимая песня Юрия Никулина». Я послушал, он пел один куплет из этой песни, третий. И припев. Я попытался найти автора, и у меня не получилось. Все то, что я находил, было какое-то мало мне близкое. Ну и не только мне, в том числе Юрию Никулину, потому что он выбрал только последний гублет и прикрыт. Поэтому мне пришлось один гублет написать полностью, один чуть-чуть поправить. Песня очень старая и добрая. Мне ребята рассказывали, что где-то в 50-е годы она звучала на Дальнем Востоке. Вот такая песня. Дождь осенний слепой Разбудил водосток И кружим над двором Желто-красный листок Погрузившись во тьму Вот призрачный спирт Глянцами светлый груз Асфальт и плеси Ветер, ветер, ветер Разбивает осенние листья Ветер, ветер, ветер И бросает в дождливую даль Ветер, ветер, ветер Ветер, ветер, ветер Ветер, ветер Разбивает узкую печаль Ветер, ветер Бедер Spot Ветер, ветер, ветер Ветер, 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 Развивай осенние земли. Верьте, 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 И бросай дождливую даль. Верьте, 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 Что не век этой осени длится. Ветер, 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 Развивай людскую печаль. То затихнет на мир, То хрестнишь, что истин. Приподняв порогни, Взглядом ищешь такси. Пойди же скорей, Развези нас авто, Чтобы грусти моей, Чтобы грусти твоей Не уйдет никто. Ветер, 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 Развивай осенние земли. Верьте, 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 И бросай дождливую даль. Верьте, 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 Что не век этой осени длится. Верьте, 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 Развивай людскую печаль. Субтитры создавал DimaTorzok Верьте, 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 развивай доски длится. Верьте, 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 И бросай дождливую даль. Верьте, 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 Что не век этой осени длится. Ветер, 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 развивает людскую печаль. Ветер, 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 ее соблазнить. Но был в этот момент застегнут разгневанным супругом и не нашел ничего лучшего, как сбежать в дальние края. За годы его отсутствия добрый король-мышлен простил брата, хотя до него и доходили слухи о его черных делах. Но король не верил слухам и очень обрадовался, когда стало известно о том, что брат вернулся в родные края и собирается с ним встретиться. И вот она, долгожданная встреча. Здравствуй, мой плотный брат, вдруг нашлась потеря. Так я рад, так я рад, и глазам не верю. Слышал бред, мол, твой след связан с темной силой. Так скажи, столько лет, где тебя носило. Слышал бред, мол, твой след связан с темной силой. Слышал бред, мол, твой след связан с темной силой. Слышал бред, мол, твой след связан с темной силой. Слышал бред, мол, твой след связан с темной силой. Слышал бред, мол, твой след связан с темной силой. Но король не верил слухам и очень обрадовался, пока не верил слухам и не верил слухам. Ты, мой братец, уходи, Будем жить мы трудно тебе, Чтоб на свете спорить, Поди этой встречи с тобой, Чтоб я где-то вот за моря, Смирно рыбал я в тихорях, Чтоб на свете спорить, Поди этой встречи с тобой, Ты, мой братец, уходи, Будем жить мы трудно тебе, Чтоб на свете спорить, Поди этой встречи с тобой, Чтоб я где-то вот за моря, Смирно рыбал я в тихорях, Будем жить мы трудно тебе, Целых три головки. А сегодня мы все вместе споем для вас песню неизвестного автора на стихе Николая Атанипцева, Которую я услышал где-то в далекой юности На одном из мероприятий Ленинградского электричества института Ее запомнил и с тех пор боюсь с друзьями А сегодня мы попробуем всем дружным коллективом ее здесь изобразить Называется она Антон Паскуваря Утомного лужи из банки беспечной Имеется домик с балконом конечно И вот такой балкон ходьей тварь И явился с гитарью он по споре И взявши окон за сутствие в телу Орозах и греха запел и запел Внешний Песня Внешний Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!